Старость может быть в радость. Это доказывает ветеран Великой Отечественной войны Александр Давыдкин. Ему 91 год. Его жизнелюбию и позитивному настрою могут позавидовать представители молодого поколения. А между тем он видел голод, холод и ужасы войны. В 44-м Александр попал на фронт. Местом его службы стал крейсер Максим Горький. На нем ветеран и дошел до Кёнигсберга. Военный моряк на вопрос о секрете долголетия отвечает. Секрета нет. Но даже во время интервью Александр Давыдкин в движении. Я, например, считаю, что флотская закалка дала мне все эти силы. Дисциплина в первую очередь должна быть у человека и выполнять то, что необходимо только. Ну и быть, соответственно, порядочным. Вместе с супругой Александр идет по жизни уже 64 года. Они очень любят собак. И полгода назад у них появился карликовый пинчер Максик. Они дарят ему свое тепло, а он им радость. Работа, путешествия. В былые годы Александр на своей копейке проехал почти весь Советский Союз. И, конечно, дача. Они до сих пор с женой живут там все лето. До самых холодов ухаживают за участком в 6 соток. Сажал, начиная от горошка и кончая свеклы. Все сажал сам. Ну, до сих пор я занимаюсь огородом. Правда, ничего не сажаю. Сажаю только 10 помидорчиков, 5 огурчиков, ну там салатик. Александр видел смерть, поэтому научился любить жизнь. И молодежи советуют отказаться от вредных привычек и радоваться каждому новому днем. По словам врача-гириатра Светланы Дембицкой, практически все их пациенты имеют такой же позитивный настрой. А это играет не последнюю роль даже в лечении самых тяжелых заболеваний. Люди, которые более ведут себя как бы вот открыто, позитивно, оптимистично смотрят на жизнь, у них и показатели жизни намного всегда лучше. Прогнозы, лечение каких-то заболеваний, у них проходит все это довольно-таки хорошо. Специалисты уверяют, в России увеличилось количество долгожителей. Светлана это подтверждает на примере своих пациентов. Возраст многих уже более 80 лет. Сама же она уверена, в нашей стране вполне возможно добиться продолжительности жизни 90+. Для этого есть все необходимое – медицина, квалифицированные специалисты и уровень жизни. Да и новейшие разработки помогают пенсионерам значительно улучшить самочувствие. Этот аппарат называется стабил-тренажер СТ-150. Он предназначен для диагностики и лечения центральной нервной системы. Противопоказания для проведения данных работы практически нет. По словам врачей, также необходимо следить за своим питанием, здоровьем и быть востребованными. Не менее важны умеренные физические нагрузки и когнитивные тренинги, такие как разгадывание кроссфордов и чтение стихов. А некоторые пациенты начинают учить иностранные языки, только выйдя на пенсию. Даже лица старше 80 лет, есть такие пациенты, которые прислушаются к нашим рекомендациям и начинают изучать английский язык. И в принципе у них есть успехи определенные. Конечно, полностью победить возрастные болезни вряд ли получится, но вполне возможно изменить образ жизни и свести последствия недугов к минимуму. А своевременная диагностика реально продлила жизнь уже миллионам людей. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».